Листовый гуманизм барона Унгерна Кто вы? Барон Роман Фёдорович Унгерн фон Штернер Мы можем начать размышлять и думать о Унгерне через формальное определение Можно сказать о нём так, на вопрос кто? Барон Унгерн, белый офицер, один из участников армии атамана Семёнова Последний оказывающийся в сопротивлении большевика Ещё Барон Унгерн, немецкий офицер, германец, род которого восходит первым крестоносцем Получившим владение в Венгрии, отсюда название Унгерн А потом свой фиот в Балтии Германское начало, германская идентичность тоже определяет барона Унгерна Ещё кто он? Барон Унгерн, он русский патриот Он сражался за русского царя и русскую империю до последнего вздоха Он верный монархист, преданный царю Кто? Барон Унгерн, он православный христианин Член русской православной церкви Возивший с собой священство клир и считавший, что защищает мир и человечество от безбожной материалистической власти Одновременно барон Унгерн Это буддист Это искатель Шамбалы и Акхарты Таким мы знаем его из описания Синдовского Кто он, барон Унгерн? В глазах монголов он цаган-бурхан Махакала Воплощение бога войны С другой стороны, барон Унгерн напоминает пратьека Будду из буддизма Спонтанного Будду, который просыпается в мире людей и обнаруживает, что он не из мира людей Он в мире людей, но не приезжает к ним В отличие от бодхисатвы, он не приносит меру благость, спасение, не показывает путь к освобождению И к измеричной истине, он просто не от мира всего и все Он просто пробужденный в царстве спящих пратьека Будда В бароне Унгерне переплетены человек, личность, индивидуум, легенда и миф Переплетены плотно, тесно, неразделимо, нерасчленимо И яркость этой личности, яркость этой фигуры, яркость этой легенды, этого образа Такова, что является прекрасным поводом для того, чтобы подумать, где кончается индивид и где начинается личность Что такое индивид, что такое на самом деле, что такое кто, когда мы говорим кто он, кто вы, Роман Федорович Онгернформ Штернер Здесь можно обратиться к этимологии С индивидуумом, атомом по-гречески, неделимым, называется также субъект или грех по-гречески ипостась То есть на том, кто находится под Субъект, под брошенный Ипостась, упостасис, то, что поставлено под И вот это индивидуальный оселок, ламуль по-французски Некоторая поставка для парика Или манекен Вот что такое индивидуум или ипостась А на него, на эту неопределенную, не имеющую каких-то четких внутренних смысловых различий Матрицу нанизывается личность Личность, которая состоит из образов, ролей, социальных статусов, различных фреймов И личность таким образом, персона, это этимологически маска Это то, что накладывается на индивидуума Это не сам индивидуум Но здесь вот поразительно Маска имеет и имя, и смысл, и структуру Но она не имеет индивидуации А индивидуальность все наоборот Она есть, она присутствует здесь Но она не имеет никаких качеств Все качества рождаются из личности, то есть из общества И вот здесь открывается очень важный момент Личность относится к сфере мифа К сфере легенды И яркость личности Унгерна Показывает значение и смысл мифа В мире вообще, в антологии Показывает антологию мифа Личность Унгерна Реальная, кто на уровне личности Это действительно яркий, ослепительный миф Это повествование и рассказ о богах и героях О верности и чести О мужестве О жестокости И у Краудхофа в их Бефаэле В его романе о Бунгерне К этому приплетена еще романтическая любовь и гибель Возлюбленной посреди озера Было, не было, не важно В социальной структуре мифа об Унгерне В личности об Унгерне Таким образом присутствует утопельница Вечная Афилия Закончившая свое бытие В буре в волнах Балтийского моря И отложившего на душу барона Унгерна Неизглазимый отпечаток Аскетизма, рыцарства, верности прекрасной дамы И отрешенность от материальных интересов Вплоть до смерти Вот это умершее возлюбленное, живущее Как София, как Ахамот Как некий тайный центр его бесстрастного существования Возможно тоже описывает нам Унгерна и его мифологию А что индивидуально в Унгерне, где его ипостазис, где его атомарность И вот тут возникает очень интересный момент Попытки распознать под личностью индивидуума биографов, историков, исследователей, социологов, политологов ни к чему не привели Интересный случай, когда мы пытаемся сорвать маску безумного барона С бога войны мы видим под ней другую маску Герой, мы хотим разоблачить героя и видим бога Мы хотим сорвать с него маску бога и видим Аскета Мы срываем маску Аскета и видим воина-убийцу, садиста Мы срываем этого садиста, а появляется белый офицер, вернослужащий до конца белой идеи Где же индивидуальность? Может быть секрет барона Унгерна в том, что осок человеческая, индивидуум, атомарность, ипостазис В нем минимальный или вообще ее нет Это маска, одетая в маску Многослойная персона, миф, проникающий в миф, переплетающийся с мифом И когда мы пытаемся деконструировать Унгерна, у нас ничего не получается Мы снова и снова обнаружим разные фасеты, разные сегменты, разные аспекты только мифа Может быть секрет индивидуальности Унгерна в том, что этой индивидуальности не было вообще Что он был не индивидуум, а машиной, функцией, носителем догматического хода вещей, как говорил Жан Парвулеско Носитель судьбы, человек судьбы, выразитель особой воинственной антологии И выражая эту воинственную антологию, Унгерн стремится ничего индивидуального к этому не примешивать Nothing personal в данном случае, nothing individual in him, ничего индивидуального Просто это так, просто это звонок, просто это за нами заехали, это барон Унгерн Он воплощает в себе ту экстремальную ситуацию, когда баланс между индивидуумом и личностью Радикально сдвинул в сторону мифа и личности, как мифы А индивидуальность, наоборот, незначительно и исчезла вообще Таковы герои и аскеты, таковы пророки и святые, таковы великие злодеи и фатальные безумцы Но нас интересуют именно они Унгерн Это воин Это слово мы сегодня плохо представляем Что такое воин, что такое warrior, guerrier Унгерн воин по преимуществу Он воплощает в себе архетип воина Он кастовый образец, он норматив И в этом отношении Унгерн и воин это не функция индивидуума А это просто функция Воин и Унгерн это синонимы Во кельской мифологии архетипом такого воина Носителем таинственной силы ферга Или воинским бешенством Был наделен кухулин, герой В той степени, в которой Унгерн был воплощением архетипов Он и был кухулином Вот как описывается кухулин в кельтских преданиях ирландских И тут кухулин сделался многоликим, ужасным, неузнаваемым, диким Вздробно ли в бедра его словно тростник На течении ли дерева в потоке задрожало нутро его каждый сустав, каждый член Под оболочку и кожу чудовищно вынулось с тела Так что ступни, колени и голени повернулись назад А пятки, икры и ляжки очутились впереди У затылка сошлись мышцы головы Любой из непомерных, бесчетных, могучих, увесистых, круглых бугров Был подобен голове месячного ребенка Внутрь втянуло один глаз, да так, что и дикому журавлю не излочится бы выпищить его из черепа на щеку Выпал наружу другой глаз кухулина, а рот дико искривился Громовые удары сердца, а ребра можно было принять за рычание пца или грозного льва, что напал на медведя Факелы богинь войны, ядовитые тучи и огневые искры виделись в воздухе И в облаках над его головой, словно ветви боярышника Которыми заделывают дыру в изгороде Сверлись волосы на голове юноши Вот то бачка огромного корабля Был высокий, прямой, крепкий, могучий и длинный поток темной крови Что встревался над его макушкой и расходился магическим темным туманом Словно над домом стоящийся дым, когда зимним вечером останавливается там король Далее в саге говорится, что однажды при виде Кухулина сотни воинов-мертых умерла просто от ужаса Мы говорим о Кухулине и видим барона Умберного в главе азиатской иконной дивизии Бешеного и беспощадного Существует воинская практика манифестации эпифании воинской антологии Известная как Ульфер, Нар или Гарсер Умбер был таким последним представителем магического воинского беженства Носитель ферр Именно таким видел его барон Юлиус Илона Умбер как воплотитель кастовой шафельской типологии И в этом Умбер напоминает самурая Самурая, который есть просто война Когда самурая спрашивают, кто он, он говорит, я не знаю, у меня нет, у меня нет идей, у меня есть только функция Я убиваю и меня убивают И все А к чему, зачем, все исчезает Метафизика воина заключается в том, что воин имеет дело с другим Единственное, кто имеет дело по-настоящему с другим, это воин Тот, кто имеет дело с этим, это не воин Вот это метафизика, это основа Другой, что такое другой? Другой это разрыв Другой это негатив Другой это угроза Другой это глубинное, онтологическое чувство тревоги Воин Это тот, кто переходит на сторону тревоги Переходит на сторону войны с другим Кто решает проблему другого Но эту проблему невозможно решить, как только мы познаем другого Он станет этим, знакомым Либо мы станем им А в том-то и дело, что воин тот, кто имеет дело только с другим И этот другой никуда не исчезает Он всегда есть Как битва со змеем После каждого срубания головного змея появляется новая, даже 10 И воин это тот, кто Не ищет окончания битвы Идши поэтому говорил Любите войну Не хорошая цель освещает войну Хорошая война освещает любую цель Любите долгую и частую войну Тогда и мерзнет вам приятель Как промежуток между войнами Для воина Война это естественно как воздух А если ее нет, он умирает от тоски и ищет Поднимает восстание В своем собственном стане начинает убивать всех находящихся рядом Воин опасен Воин помещает свое бытие в разрыв Он ни на том, ни на другом берегу Это стрела тоски, брошенная на тот берег Это стрела, которая застыла в воздухе Которая обосновалась между одним и другим Воин в этом несчастном сознании В этом расколе В этом ужасе В этой тревоге Освоилась Здесь И пребывает Воин это разрыв Ротура Ля ротура дель ливела Воин уничтожает другое На другое появляется все снова и снова Воин Боится с ничто В результате воин Тем не менее Помимо своего желания Не ставя никаких целей Нечто создает Что создает воин? Воин создает государство Как инструмент войны Те, кто пытаются построить государство Как хижину Как мирное существование Ничего никогда не создают Поскольку приходит война И, наверное, ставит их к ноге И что они копали Соседали Свои грины Лепили Свои домики Пугают Все это сожжено Все это горит Их женщины Умные Мужчины Перебиты И сидит И сидит Какая-то Какая-то Довольная Страшная Грозная Сволочь На этом Перебище И говорит Теперь Вы будете Служить мне Так создается Государство Так защищается Государство Так Расширяется Государство Так создается Бескрайний Империи Их делают Воины Воины Сражались Друг с другом На самом деле Государство Имеет смысл Как игрушка Воина Как инструмент Воина Как его меч Воины Никогда Никому Не служат Кроме войны Государство Создается Просто так По ходу дела Как меч Как стрела Как собранные Отряды Христианского Оболчения Государство Создается В войне Войной И для войны Никакого Другого Смысла В этом Нет Государство Без войны Не имеет смысла Логично Война Составляет Ланоблес Все Аристократии Все Дворянские Паярские Графские Баронские Роды Княжеские Роды Это войны Это войны Которые Были Таковыми Которые Правят Как таковы И которые Воюют Защищая Своё Отечество Или захватывая Другое Отечество Отечество На самом деле Это Эвфемизм Для реализации Воинского Бытия Отечество Это то Что завещал Воину Его отец Такой же Воин Врубленный Жрамом И давно Погибший Оставивший После себя Доспех Знак Меч Перо Трофей Отобранный У врага Или умер Рожителя Который Попался В подвиге Его коня Воины Служат Служат Для того Чтобы Убивать И быть Убитым Поэтому Регицит Убийство Царя Включена В его Судьбу Так же Как Биры Победы И Наслаждения Убер В своей Эпопеи Закрывающий Цикл Русской Имперской Православной Государственности Спазматически Восстанавливает В надежде Нашей Истории Достоинство Воина И смысл Его Антологии Он Тем самым Этим Отчаянным Жестом Безнадежным Жестом Провальным Заветом А жестом Устанавливает Последнее Государство Государство Барона Унгерна Унгерн Показывает Нам Смысл Того Чем Является Воин Воин Никогда Не бьется За Он бьется Всегда Против В этом Секрет Войны Поэтому Унгерн Так жесток К чужим И своим Главный Враг Унгерна Это Смерть Он Он бьется Со смертью И видит Ее повсюду Она Преследует Его Он Видит Ее В большевиках В лентяях В мародерах И дезертирах И своих Возглав Смерть Это Главный Враг Барона Унгерна Но Смерть Это Его Собственная Суть Он Сам Есть Смерть Здесь Открывается Недуальность Войны Противники Воюющие Друг С другом Воины Двух Противоположных Армий Видящие В друг Друге Другое Смерть И ничто На самом деле Убивая Друг друга Устанавливают Восстанавливают Друг друга И самих Себя Высшее Достоинство Войны Уничтожая Они Облагораживают Освобождают Венчают И тем Самым Только Таким Образом Через Радикальную Неснимаемую Непримиримую Без всяких Компромиссов Войну Достигается Парадоксальное Преодоление Другого Непримирение С другим Война Продолжается И после Смерти Война Пронизывает Северы От До Англских И Непятных Не случайно Существует Даже такое понятие Как Война Иеговы Война Не имеет Начала И не имеет Конца Но Хорошее Введение Боя Здесь Означает Повышение Нашего Градуса Таинствия Посмертных Войнств Иерархия Не заканчивается На звании Генерал-лейтенанта Которого Получил От От Атамана Семенов Передяло Другой Уровень Он Воюет И дальше В более Высоком Чине Судя По той Блестящей Карьере Которого Сделал До Могилы Его Карьера После Могилы Будет Не менее Блестящей Воин Смотрит Смерти В глаза Все Вовремя Но Отношение К смерти Принципиально Различна Двух Типов Об этом Писал Философ Гегель Одни люди Смотрят Смерти В глаза Не то Что Они Ее Ненавидят Не то Что Они Ее Любят Они Просто На нее Смотрят Она Смотрит На них Это Не Спасает Смерть Это Не Отдаляет Смерть Но Эту Смерти Не Приближает Просто Можно Смотреть Ее В глаза А Можно Не Смотреть Трудно Сказать Трудно Построить На этом Этику Хорошо Смотреть В глаза Смерти Или Плохо Просто Есть Те Кто Смотрят И Они Господа Пишут Гегель Это Хэрон Есть Клуб Господ Хэрон Клуб Это Клуб Людей Смотрящих Смерть В глаза И Все И Есть Огромная Масса Рабов Дик Нэтен Которые Этого Не Делают И Которые Поворачиваются К смерти Спиной Когда Смерть Приходит К господину Он Укмыляется Я так и знал Конечно знал А для раба Это всегда Неожиданно Как же так Я был И раз Хоп Меня нет Смерть Приходит К рабу Сзади Это Совсем Другое Чем Звонок Открываешь Дверь Стоит Она Ты Всегда Этого Ждал Ты Который Готов И наоборот Что-то Накрыло И не Стало Так вот Это Фундаментальное Отношение К смерти Делит Всех Людей Ставит Всех Людей Неравное Антропологическое Положение В положении Либо господ Либо рабов Господа Смотрящие Смерти В лицо Начинают Привыкать К этому Еще До того Как Смерть Наступила Они Умирают До смерти И Если угодно Они становятся Бессмертными До своей Собственной Смерти И умирают Уже После того Как Ставят Бессмертными Для рабов Это Всегда Неприятное Неожиданность И В своем Диалоге Со смертью В сложном Диалоге Драматическом Но Грюженном Господа Именно За счет Этого Отношения Приобретают Нечто Что им Особенно Не нужно Пишет Гегель Это Рабы Которые Боятся Смерти И не думают О ней Потому Что Тогда Когда Человек Поворачивается К смерти Спиной Он Обязательно Оказывается Под сапогом Под пятой Под ботинком Под ботинком Господина Потому что Есть всегда Кто-то более смелый Более важный Отважный Более Рискованный Более 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 Без Застенчивый Более Дерзкий Который Опускает Свободно Ногу Туда Где Застывает Рап Эта нога Оказывается У него На голове Не Рап Трусливый Рап Делает Смелого Господина Господина Не Смелый Господин Делает Трусливого Раба Своим Рабом Так Всех Выстраивает Нас Смерть По Ранжиру Господа Господам Трусливые Рабы Трусливым Рабам Это Можно Обосновать Науку Кинеология Наука Господства В этом Отношении Унгер Для нас Служит Образцом Господина Айдхар Можно Вспомнить Замечательно Исследование Жильбера Дюрана Недавно Покинувший Наш мир Жильбера Дюрана Просенте Замечательный Человек Который Пописал О Диурне О специфическом Режиме Нашего Существования В рамках Вертикальной Топики В этой Топике Нас Отдалевают Сны Взлеты И падения Мы куда-то Стремительно Падаем Мы стоим На Крае Бездны На высоком Этаже Мы взлетаем Вверх Или стремительно Незеркаемся Вниз Мы не можем Ни за что-то Не зацепиться Мы не скользим Мы не находимся На месте Мы все время Пребываем В точке Глобальной Дифференциации Там где Существует Одно и другое Где-то Бездна Обрыв Абрунт Это режим Диурна Герой Господин Унгер Это Носитель Маниакального Диура Секретом Органом Полета В человеке Как пишет Джульбер Дюран Является Как вы думаете Что? Что такое Крыло Человеческое? Это его Пята Пятка Потому что Человек Ребеночек Который Впервые Встает Вертикально Поднимаясь С колен Или Из лежачего Положения Он Воспринимает Свою вертикальную Постановку Как взлет И его нога Это то Что сделало его вертикальным Его пята Он оперся На пятку На ступню И это И взлет Поэтому У Гермеса Крылья На лодыжке На Голени Человек Взлетает Опираясь На землю И отрываясь От земли Встать вертикально И полететь Это На уровне рефлекса На уровне нашей Внутренней Психосоматологии Это и есть полет Вертикально стоящий Есть вертикально летящий Наша вертикальная Постановка Нашего тела Есть ангелизм Присущий нам Не надо Искать дополнительных Перестых Птичьих крыльев Оставим Этим замечательным Существам Их видовую Особенность Крылья На самом деле Человек и есть Летающий ангел Поскольку у него Есть пята И способность Держаться вертикально Это и есть Диурн Господин Ставящий Свой сапог Свою питу Свою пятку На голову Всем остальным Кто готов Это терпеть А тот Кто хочет Жить Тут собака Должен Служить Потому что Волк Никогда Служить Не будет Кодекс Господства Заключен В двух словах Далья Эра Хай Строе Ваша честь Это верность Верность Чему Казалось бы Мы имеем дело С какой-то Улакейской Добродетели Будь верной Следуй За мной И все будет Хорошо Это добродетель Раба Ничего подобного На самом деле Верность Это добродетель Господида Это его Способность Организовать Самому собой Свой собственный Порядок И в этом порядке Есть вертикали Есть горизонтали И сам он есть Не центр А инструмент Путь великой воли Если он скажет Служите мне Я никому не служу Он возведет Всегда в цель И тем самым Получит Остановку Своего полета Вверх А тот Кто останавливает Свой полет Вверх Тот предатель Тот неверный Полет вверх Должен быть Открытым Поэтому Господин Тот Кто верен Господин Может быть Только тот Кто способен Служить Служить Полету Собственной стрелы Потому что Человек Не цель Человек Лишь Переход Лишь момент Лишь путь На тот берег Это временная Стоянка Великой стрелы Господства Воли к власти И поэтому Истинный Господин В первую очередь Служит Служит Самому себе В ином Измерении В том измерении Которое никогда Не будет достигнут Сколько Как только Оно будет достигнуто Остановится Великое движение Великий полет Этот полет Открыт Он не имеет Границ Никогда не можем Сказать Приехали Терминус Конечная остановка Как только ты сказал Это ты стал рабом Господин Верен Он верен Всегда Высшему себе Потому что Всегда есть Нечто высшее Чем самое высшее Нам говорят Это предел Господин говорит Нет Вы предали Предела нет Предел Надо прорвать Есть только полет Цели нет Поэтому Как пишет Китара Несида Если Мы имеем Хорошее государство И хорошего императора Это не основание Для того Чтобы хорошо Служить ему Для самураев Наоборот Тот самурай Который хорошо Служит Любому императору Любому государству Любой цели Вообще Но служит отлично Он уничтожает Ему врагов Он не щитит себя Он есть Один взмах косы Меча Кстати Меч Это то орудие Человека Который не имеет Никакого смысла Он приходит Как божественный дар Откуда-то Непонятно откуда Из тех народ Которых нет Стрела Используется Для того Чтобы достичь дичь Копьем можно поразить Запутывавшимся В ссылках Кабана Который необходим Для прокорма племени Но меч существует Только для того Чтобы отрезать Кому-то руку И все Врагу Не кабану Такому же человеку Это орудие убийства Человеком Человеком Это великое Орудие Это само по себе Как меч Трубор Которого основана Бала русская государственность Это сам по себе Священный символ Он не имеет Никакого Тритажного Положительного смысла Это символ Чистого господства Он служит для одного Для того Чтобы убивать Для того Чтобы убивать Во имя верности И чести Поэтому тот самурай Который Хорошо служит любому Государству Делает это государство Прекрасным И делает Правителя этого государства Священным Сакральным Если за него Проливают Кровь И убивают И совершают подвиги Такие люди То это государство И этот император Или этот Сюгун Этот господин Достоин этого Хороший Воин Делает Своего короля Хорошим королем А не наоборот А тот Кто говорит Я не буду служить Светлым Потому что У него есть недостаток Тот раб И свинья Служить надо Просто так Это и есть верность И в принципе Присягу Можно дать Кому угодно Главное только Ее соблюдать До конца И за пределом Всякого конца Быть верным Когда уже нет Никакого резона Быть верным Телос господина Не имеет Ни малейшего Материального Эквивалента В конечном итоге Его Телос Не имеет никакого Телоса Никакой цели Никакой Компенсации Никакой награды Его награда Это служение Он живет здесь И сейчас Никогда не откладывая И ничего не ожидая Больше Таков барон Унгер Пассионарий По преимуществу И эта пассионарность Как мы знаем Амбивалентна Пассионарность Это анатомия Господства Просто Пассионарий Намного более жизненный Чем все остальные У него хватает Энергии Жизни Воли Желаний На тысячи Тысячи других Сонных Слоняющихся людей Озабоченных Лишь потому Чтобы свести Концы с концами Свой баланс Своей жизни Чтобы умереть Спокойно Умереть спокойно И чтобы все началось Заново И заново Чтобы эти круги Поел Поспал Поработал Потом опять поел Потом опять поспал Потом женился Родил таким же Которые поедят Поспят Поработают И так снова Смотрит на это Господин И думает Это что Вы хотите сказать Что это так надо Мы по разному Понимаем человечество Говорит Господин И начинает Разрубать это Взял Прирол чей-то рот Прекратился Есть спать Рожать На пиджи Отлично Осталось Поле мести Поле Зазора Поле Дифференциации Поле вражды Поле войны Он посеял Эти кровавые Семена раздора Он пробудил Спящих Он вышиб Из них Эту Волю К пассионарности И он учредил Закон господства Законы верности И честности Унгерн Как религиозный тип Барон Унгерн Был христианином Но образ воина На первый взгляд Кажется слабосы Совместимый С проповедью Смирения Любви Добра С которыми Обычно Ассоциируется Христианство На Унгерн Был христианином И на протяжении Двух тысяч лет Христиане Воевали Убивали Умирали Сражались Сражались И побеждали Своих врагов Они бились За Православную Империю Они бились За Православное Царство Они Клали Свои головы На Лотарь Православная Россия Могли ли Они Оставить Нам В наследство Гигантскую Империю Если бы Обращались Своими врагами Нежно Доброжелательно Предлагая Ближнему Своему Последнюю Последний Кусочек Хлеба И нежно Призывая Их К мирному Сосуществованию Совершенно Очевидно Что Наше представление Христианства Искажено Что Воинское Начало Там должно Быть Если Его нет Сейчас Так мы Не делаем Просто С некоторой Оскопленной Религией С версией Soft Light Version Christianism Light Безопасная Умиротворяющая Релаксационная Для того Чтобы Не дай Бог Мы не Вспомнили О том Измерении Которое Лежит В основе Христианской Веры В утверждении Христа Что я принес Не мир вам А меч Попробуем Посмотреть На Этот Воинственный Аспект Христианства Как только мы Отнесемся к этому Без Предрассудков Мы увидим Первое Что христианина В момент Крещения Нарекают Воином Христовым Который Отныне Призван Мобилизован В армию И отныне Он должен Бороться Бороться С дьяволом Бороться С грехом Бороться С врагом Рода Человеческого И врагом Христианской Веры Он Политизирован Поскольку Вошел В полис Света В град Божий Который Ведет Нескончальную Вольбу С градом Дьявола Два Града Два Государства Два Полиса Две Политики Христианская Политика Верна Христу И Антихристианская Политика Во главе Которой Восседает Другой Князь Князь Не нашего Мира Не христианская Волиса Князь мира Сего И борьба Наша Говорит Святой апостол Павел Против Духов Злобы Поднебесной Против Могуществ Против Начал Это жесткая Жестокая Бескомпромиссная Кровавая Борьба Христианина Против Нехристи Во вторых Образец И норма Христианства Это мученичество Мартирус Свидетельство Свидетельство Которое Дается Кровью Наша Церковь Стоит На крови Мучеников Она создана Мучениками Мученики Это те Кто проливали Кровь Те Которые Не примирялись А исповедовали Веру Перед лицом Большей силы Открыто Фактически Это павшие На поле битвы Это наш Авангард Который Своей кровью Истяжал Нашу победу Если бы Христиане Не вставали Перед лицом Безбожных Могуществ И не утверждали Свою веру Верою В единого Бога Отца Вседержителя Творца Неба и земли Видимым Жем всем И невидимым И в единого Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия Единородного Иже Отца Рожденного Если бы Они не получали После этого Удар Мечом Если бы Они не получали Пыток У нас Не было бы Церкви Не было бы Христианского мира Мученичество Тоже война Третье Аскеза Христианство Основано На аскетических Практиках Войны с собой С плотью С материей И наконец Православный Христианин Должен сражаться За царство За империю Против Врагов Христа Казаки В нашей истории Типичное Воинство Христово Где Воинская Практика Сопряжена С христианством И не противоречит Ей Это русская Православная Воинская Традиция Мужское Христианство И Ункер Стоял на страже Этой Православной Империи Которой Больше нет Он был верен ей Несмотря на то Что она исчезла Он аскет Он мученник За веру Перед лицом Атеистических Материалистических Безбожных Антирусских Орг Вместе с тем Известно Что он принял Буддизм Что не противоречило Его христианской Верии И в буддизме Тоже есть Это воинское Измерение Хотя сегодня Его пытаются Представить Тоже Буддизм Ларик Уже на сей раз Чем-то Примеряющим Позволяющим Лучше делать Карьеру Дзем-буддизм Для менеджеров На самом деле Буддистская Традиция Основана на том Что Не существует Эго Индивидуума Анатма Никакого я нету Никакого Индивидуального Начала Не существует Вообще Это просто Случайное Переплетение Дхарм А существует Только одно Шумьята Прорезывающая Все Пустота И вот Эта Пустотность Это то Что должен Буддийский Аскет Вскрыть В себе И в мире Увидеть Мир В разрезе Пустоты Фигура Унгерна Вписывается В эту традицию В форме Протека Будды Спонтанного Будды Которая Проявляет Собой Движение Истинности Бессоотнесенности С человечеством В буддизме Есть образы Протека Будды И Бодхисат Бодхисат Это Будда Который Спускается В мир Для того Чтобы Что-то Дать Человечеству Протянуть Ему Руку Спасение А Протека Будда Постигает И является Собой Эпифанию Истины Просто так Он Не приходит Сюда Для людей Он Не уходит Отсюда В поисках Высшей Доли Он Просто Обнаруживает Нездвойственность Истины Он Здесь И не Здесь Он Человек И не Человек Он Рядом С людьми И бесконечно От них Далет Он Никому Ничего Не учит Он Никого Не спасает Никому Не помогает Протека Будда Просто Есть Есть Как то Что Единственное То Что Есть И его Загадочное Бытие Подобно Метеору В этом отношении Аскеза Унгерна Может быть Описана Как Пустотная Аскеза Секрет Религии В том Что Между Индивидуумом И Богом Существует Еще Одна Инстанция Она То И является Главной Как только Мы пытаемся Обратиться К Богу Или в сторону Бога С позиции Индивидуума Мы обязательно Пойдем Не туда Потому что Индивидуум Есть Исхожение Вся Пропорции Куда Его право Никогда Не будет право Его верх Никогда Не будет Верх Он попытается Скатиться Вниз И останется На месте Человек Это Темница Это Тюрьма Это Колодец Это Смерительная Рубашка Это Лед В который Вморожено Живое Сердце И пока Этот лед Стягивает Сердце Все его Грезы О том Как биться Хорошо Б расшириться Хорошо Сузиться Хорошо Осуществить Толкание Крови Геастолы И Сжатие Систола Ты не можешь Отразовывать Что ты В морозинке Индивидуальность Это Замораживание Всего Всего Бытия Это Замораживание Человека Так вот Прежде чем Говорить О религии Прежде чем Говорить О Боге Прежде чем Говорить О спасении Об обожении О чем бы ты Небли О проклятии Даже Индивиду Не может быть Проклят Потому что Нечего Проклинать Это Продукт На самом деле Жестокого Дерматолога Который Выпотрошил Из нас Все содержание И превратил Нас в чучело Набив опилками Так Содермись Есть Кожа И нет Содержания Это содержание Не может быть Даже проклятым Оно не подлежит Суду Поскольку Индивидуум Это просто Погрешность Это иллюзия Религия Не дана Индивидууму Даже если Он считает Что она ему Дана Религия Для него Недостижима Религия Начинается За пределом И вот Между Богом И индивидуум Стоит Как вы думаете Кто Между Индивидуум И Богом Стоит Человек Эйдос Человек Карбен Называет его Световым Человеком В шрицкой Традиции Его Отрождествляют Цимамом У неоплатоников Он Нус Патрикас Он Десятый Индилект Авицены Или Смелитов Он Антропос Человек Как вид Не мы Если собрать Всех Индивидуум Всех людей Вместе Мы не получим Этого человека Мы будем От него Так же Далеки Как Далеки Мы Каждый Поодиночь И так же Близки Мы Это Он Но Он Наизнанку Он Наоборот Он В своей Карикатурной Проекции Он В своей Симуляции Мы живем На обратной стороне Человеческого Мы Не люди Мы Всегда В лучшем Демидууме Не долюди Человек Это то К чему Вначале Следует Прорваться Пробиться И там Только За его Горизонтом Начинается Религия Поэтому Когда мы Говорим Что мы Идем К Богу Мы Никогда Туда Не придем С индивидуальной Точки Испозиции Это невозможно Вначале Надо прийти К человеку Он И так Для нас Достаточно Далек Поэтому Кто Такой Человек Антропос Не Индивид Но И не Бог Для Индивидуума Он Как Бог Микаэль Он И есть Ангел Ангел Человечества А для Бога В свою очередь Он Индивид Платон Называл Это Антологическую Позицию Метаксис Тот Кто Находится Между Инсвишем Религия Начинается Там Там За горизонтом Индивидуума В стране Не людей Но человека Это Другая Страна Это Совершенно Другая Страна Ее столица Ни Москва Ни Дели Ни Лондон Ни Вашингтон Ее столица Называется Хуркалья От Главных Городов Которые Освещают Провинцию Востока И Запада Джабалка И Джабарса Это Реальная Страна Единственная По-настоящему Существующая Мы живем В галлюцинативных Странах В галлюцинативных Территориях Такой Географии Которой Вы привыкли Просто Не существует Поэтому Унгерн Рвется В Агарту Рвется В Шамбол Рвется В страну Беловодия Рвется К человеку Как царю мира К Нусу Патрикусу Он рвется Домой Поэтому Он Религиозный Тип Религия Начинается Там Где Начинается Человек А человек Начинается Там Где Заканчивается Индивид Унгерн Ведет Свою Войну Против Современности Отсюда Интерес К нему Барона Юлиуса Эвола Еще Одного Барона Кшатрия Тренагенона И Других Европейских Традиционалистов Которые Объявили Восстание Против Современного Мира Унгерн Один Из Этих Из Воссавших Против Современного Мира Давайте Посмотрим Что ненавидит Унгерн И Против Чего Он Борется Он Борется Против Капитализма Против Царства Торгашей Хендлер И Против Коммунизма Против Пролетариата Который Стремится Выхватить У Бурразии Ее Власть И В том На другом Мирах В мире Капитализма Либерализма И в мире Пролетарского Коммунизма Нет места Господину Нет места Традиции Нет места Воли К власти И И то И Другое Это Два Издания Восстания Мировой Дряни В основе Буржуазии Режит Индивидуум И Его Частная Собственность Единственная И Его Собственность Две Неприемлемые Для Унгерна Вещи Индивидуум И частная Собственность Порядок Основанное На Священном Охранении Идивидуальных Свобод И Благосостояния Торгашей Для Унгерна Неприемлем Он должен быть Разрушен В основе Либерализма Капитализма Режит Идеология Особи Абсолютизация Особи Доведенная До предела Идея Секуляризации Телеологии Идивидуального Начала А в основе Социализма Тот же самый Индивид Только Собравшийся В коллектив Как Шестая Гипотеза Платонского Парменида И там И там Эк Сплюрибус Уну В одном Случае Унум Понимается Как плотное Объединение Многих Это социализм С разделением Труда Распределением В другом Случае Вялое Эксплюрибус Унум Хотя Это Лозунг США Эксплюрибус Унум Из многих Единую Шестая Гипотеза Парменида По Проклу И там И там В основе Особи Неважно Буржуаз Или Пролетарская Это Секулярный Индивид По сути дела И там И там Восстание Низших Касс Против Высших Унгерн Сражается Против Особи Против Плюрибус Против Тех Многих Объединяются Они во что-то Цельное Или нет В равной Степени Это не Притворяет Безумного Барона Его Маниакал Направлен Против Особи За Мир Воинов Мир Для него Это Война И когда Он Видит Счастливое Сознание То ли Буржуазное То ли Социалистическое Его Воротит От этой Стихии Ленивого Идиотического Сна И он Пробуждает От этого Сна Ударом Своей Нагайкой Своей Саблей Или Выстреком Унгер Несет Смерть Эго Во имя Пробуждения Души Унгер Сражается За Традицию Не важно За ту Традицию Или Единую Традицию И так важно Как глубокие Его были Христианские Верования Или Как глубоко Проник В него Буддизм Важно Что он Бьется За традицию С большой Буквы За абсолютную Традицию За традицию Как Абсолют Кабен Обращать Внимание На темологию Слова Абсолютом То, что Отрешено Освобождено Очищено Но тут же Карпен Говорит Смотрите Ведь есть Если есть Абсолютом Как пассивное Причастие Должно быть И Абсолют Его Как процесс Освобождения А самое главное Может быть Абсолют Тот, кто Отрешает Очищает Субъект Очищения Унгер Имеет дело Только с Абсолютным Не с конкретным Изданием Традиции А с абсолютной Традиции Ее Абсолютным Врагом С Индивидуумом Поэтому Борьба И война Унгерна Абсолютная Свободная Отрешенная И поэтому Бесцельная И безнадежная Это Рассвет Чистого Маниакала Традиционализм Унгерна Это особый Традиционализм Это Традиционализм Высшей Свободы Бывает Традиционализм Как реакция На модерн Как Инерция Или пассивность Как Сохранение Того Что должно Было Исчезнуть Но по какой-то Причине Сопосталось Задержалось И медленно Тяглось С тем Чтобы уступить Место Прекрасному Новому Миру Этот Традиционализм Реакционен Унгерн Же Не Реакционен Напротив Он Атакует Он Нападает Он Традиционалист Оффенсивный Атакующий Нападающий Традиционалист Не отбивающийся А наступающий Его Атака Совершенно Безнадежна Но Как же Она Прекрасна Он Воплощает В себе Особую Эстетику Воинскую Эстетику Высшей Традиционалистской Свободы Барон Унгерн Традиционалист Но возможно У него вообще не было никакой традиции Вернее он самый был Традиции в темные времена Которая Передается Не священными текстами Не молитвами Не практиками А жестом Жестом Свидетельствования Там Где уже Ни о чем И не для кого Ни о чем Свидетельствовать Свидетельство В чистом виде Он воин С индивидуальным Началом Но Не ради Чего-то А как бы Расчищая Почву Для Подлинного Настоящего Реального Единственного События Равенц Традиция ушла Унгером И другие герои 20-го века Не склонившие Шеи И не ставшие на колени Перед победившей Мразью Недочеловека В глобальном Масштабе Все они поставили Точку В истории Восхождения Традиции Ее Аннабасис Вместе с ними Из нашего мира Эта традиция И ушла Не потому что Она слабее Не потому что Она проиграла Потому что Ей неприятно Находиться В таком окружении И кажется Что На этом все Унгер Прочерпил Последнюю Траекторию Прощадных Вспышек Закрыл цикл И тем не менее Вопреки всему Есть нечто В нашем мире Что Вглядывается В послания Последних героев 20-го века Трагически Проигравших Все битвы И создавших По-настоящему Красивую Военную форму И думает Что За этим стоит Почему мы еще Способны видеть И распознавать Этот жест Откуда Берется Наша Нистовая любовь Таким как Умгер К последним героям Великой полночи И быть может Это неравнодушие К финальному Трагическому жесту Героев темные времена Подводит нас К созданию Новой Традиции Традиции Радикального Субъекта Традиции Верности В той ситуации Когда уже Ничего верным Быть Собственно говоря Не хочется И невозможно Когда Нечего сохранять Вообще Как быть Консерватором Когда сохранять Вообще Нечего И все что Отружает И все что было Недостойно того Чтобы Это сохранять Поддерживать Все лучшее ушло Все лучшее ушло Все чистое Проиграло Все героическое Потерпело Поражение И тем не менее Есть очень тонкая Почти неразличимая Нить Паутинка Нерв Один единственное Одно единственное Нервное волокно Живое волокно Которое Отзывается На голос Последних героев Который Воспринимает Это волокно Воспринимает Как свою собственную Боль Свою собственную Радость Созерцание Восхождение Этих Погибших В земном мире Звезд Это совершенно Другая традиция Которая не имеет Наверное К той Которая кончилась Прямого отношения Это Традиция Радикального Субъекта Того Которого Не должно Было бы быть Но Который Тем не менее Вопреки Всему Есть И тогда Последний Аккорд Чьим Камертоном Был Барон Унгер Открывая Страницу Тех Кто Придут За ним Последует За ним И озарят Наш 20 век Светом Своих Сердечных Факелов И тоже Погибнут И тоже Будут Раздавлены И тоже Будут Уничтожены И также На последнюю Будут защищать Свои Священные Идеалы Может быть Этот Последний Аккорд Есть Одновременно Подготовка Первого Аккорда Совершенно Новый Драмы Новый Историей Как будто Пианист Оторвал Свои руки От фортепиано И еще Звенит Последняя Нота Что это Конец Или Зазор Перед новым Началом Другим Началом Теперь Давайте снова Вернуться к началу Тем вопросам Отталки Отталки Из-за Которых Мы стали Развивать Пособирает Наше Размешение Отталки Умар 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 Мы спросили Себя Напомню Человеческая память Так коротка Мы не думали Что было Муту назад Тем более Два часа Назад Мы спросили Себя Кто вы Роман Флодорович Умар Он Штайнберг Кто вы Начальник Азерской Конной Дивизии Генерал Лейтенант Унгер Все череды Ответов Которые Мы примеряли Бог Дьявол Герой Садист Маньяк Борец Большевиками Авантюрист Сектант Мистик Палач Первый Присяг Первая Фрица Мне Нравится Такой Ответ Человек Человек Как он Есть Каким Он Обнаруживает Себя Устребительного Теряется Связь Он Наказующий Человек Как Наказующий Но Он Он Не судья Он Никого Не судит Человек Отмщение Аз Воздан Все решает Бог Все решает Кто-то другой Там Запретил А Человек Должен Быть Просто Верен Ему Просто Это Легко Сказать И Он Должен Осуществить Финальную Казнь Того Что Оказалось Не На Высоте Поставлено Перед Ним Задача Он Палач Он Гневный Аватар Но Он Не Выносит Такое Тщательное Усуждение Ни Окол Он Просто Фиксирует Если Вы Это Люди То Вы Глубоко Ошибаетесь И Доказывается Это Не путем Споров Вашего Снятия Вашего Уничтожения Это Позор Такими Люди Быть Не Могут Человек Продолжение следует Продолжение следует...